всем привет друзья итак то вторая попытка записать сегодня в ложек первая попытка не удалось то есть ложанулась по звуку конкретно камера как-то в общем пришлось удалить всю запись полностью как раз ездил сегодня это на покатушку ну и снимал параллельно в принципе там ничего особо интересно не было придется немножко повторить что я собственно хотел рассказать но заодно хочу показать вам как идут на колхозе угли помните у меня туда и бежала и он взял сюда накрутил и как он малярный скотч пока что держит не стучит нормально шить можно короче ребята сегодня ездил катался как я уже говорил и на одном из перекрестков я уронил мотоцикл произошло это последующей причине я ехал очень медленно пока башкой вертел туда-сюда и нажал на передний тормоз этого было достаточно чтобы мотоцикл положить поэтому ребят когда вам кто-то говорит не используйте задний тормоз а пользуйтесь только передний так как он самый основной вас наебывает ребят во первых на малых скоростях всегда заднем да даже просто едешь видишь на светофоре переключился на красный свет нафига передний джать можно и задним аккуратненько притормозить при этом руки будут всегда на газу можно хорошо удобно точно контролировать газ поэтому с тех пор вот как я воронил мотоцикл слава богу немой учебный я активно стал пользоваться задним тормозом а до этого просто наслушался тоже блять умных что задний тормоз им почти не пользуется но это полный сука пиздеж поэтому ребята пользуйтесь не слушайте никаких умников не верите испробуйте сами а сейчас я решил проехаться до яблочного магазина посмотреть вообще чё там есть ну если мне понравится этот 11 iphone то может быть возьму посмотрим сейчас просто проеду сначала посмотрю а там решим на улице у нас жарища жесть я сейчас не знаю удастся ли мне вообще зайти туда в этот яблочный магазин потому что там обычно там всегда народу очень много ну обычно это туристы как правило а сейчас туристов практически нет поэтому наверно будет поменьше в общем если очереди не будет стоять не придется я туда зайду а если придется стоять наверно поеду другой магазин сегодня выезжали немножко за город вот так чуть-чуть ускориться что для разнообразия на пробу чем 70 километров разогнался у них у грима рыбли так что следующая покатуха это будет 24 числа будем чисто за городом отрабатывать там уже будут скорости немножко побольше как в среднем 8 100 короче за автошколу могу следующее скажу там нихера не учат ездить вот честное слово блин я ожидал что там ну может быть мне такой попался инструктор что он особо не гони не говорит я не знаю я ожидал больше я думал что там будут какие-то нюансы вождению там рассказывать он нифига просто едем и все просто допустим потом на перекрестке вот ты не остановился как не остановился то есть там стоп знак был остановился где ты не остановился это не считается и агра как считается покажи блин вот так ну так цветовый надо было начинать и все приходится вытягиваете с крещами также и начало первая покатушка ну давай посмотрим что ты умеешь ладно я сел поехал все больше никаких рассказов там каких-то нюансов просто видишь и все мог бы и без него как бы ну ладно это все лирика так последнее время ребята у меня реже выходят ролики это связано с тем что у меня сейчас учеба в самом разгаре пора браться за ум это последнее время что так как-то так забросил учебу все концентрируясь на мотоциклы на блок сейчас пришло время где надо немножко поднажать поэтому сейчас может быть чуть чуть реже будут выходить видосы поэтому хорошо отнестись это к этому с пониманием кто смотрел сегодня ролик диабло ну многие наверно знают диабло там он ехал куда-то от москвы в оренбург кажется блять полторы тысячи километров чтобы подарить цветы то есть но он доехал подарил цветы даже не показал кому подарил там мужчине женщине хера знает в общем интригу сохранил здесь мне кажется такие жесты пук как поездки на такое расстояние и подарить цветы это как-то как мужчину это не знаю унижать что ли можно же в одноклассниках просто тупо этот гифку заслать там смайлик какой-нибудь там ну и хорошо съехать повторить тысячи километров чтобы унизиться чтобы вознести эту женщину или мужчину не знаю сейчас поэтому так метрами чтобы вознести до небес что вау ко мне приехал берет самой московии блять с цветами вот это лошара так лошара блять ладно когда ездил на мортике там к нам-то встречу едут мотоциклисты 7 все здоровы там не так особо здорово за то нельзя то есть надо за руля держать но я так двумя пальчиками так как в рахта скромно инструктор не видел сзади все за мной на мотоцикле и резал хотя я не знаю но они же видят тоже что я в жилетке в желтой еду там на ней написано что авто школа может просто на автомате люди здороваются ох я сегодня мало вообще я сегодня красавчик на знаке так четко смотрел инструкция ни разу не залупился что я там где-то превысил в какой-то зоне я прям каждую табличку под знаком читал там вот прям я прям гордился собой пока ехал ну вот единственный косяк сегодня был такой нехороший это когда я мотно положил на перекрестка так принципе нормально откатались потом еще был такой момент неприятный я потом с ним поговорил на эту тему в общем останавливаюсь я включаю нейтралку на светофоре и держу правой рукой зажал этот тормоз передней соответственно с мотоцикл стоит на нейтралке соответственно чтобы мне тронуться мне нужно левую ногу поднять включить передачу и торгаться а он ко мне подъезжали такой это чё ты надо мол ногу на ну на задний тормоз класть я тут начинаю тупить немножко кладу на задний тормоз тут загорается желтый я по короче запутался немножко мотоцикл заглох потом я могу слушать или рублять нахера так делаешь видишь же блять что стоп-сигнал горит что я рукой держу тормоз нормально так он хотел чтобы я именно в горку трогался именно как бы передать у меня должна быть включена рука на сцепление и ногой должен за ним тормозиться то есть чтобы сев горку например просто когда по городу едешь и вот так на каждом светофоре сцепление держать это поток рука хереет поэтому я по возможности с включал нейтралку ну и чтобы рука отдыхала конечно когда на горке это имеет смысл абсолютно полностью с ним согласен ну в общем и с ним мы с ним все хорошо разговариваем когда с ним разговариваешь он объясняет нормально травимся нормально травимся нормально травимся а а а а а а короче пацаны взял я сейчас себе iphone этот 11 макс по на 64 гига так предвкушаю ваши комментарии нахуя ты взяла фона даже пиздец но взял бы хуя ва или чем подобное они ребят девайс был куплен на фирму как бы и предназначается он для тестирования приложений которые я планирую ну как бы делать в перспективе поэтому мой айфончик 8 он уже немножко морально устарел конечно они можно тестировать но на нем отсутствует моно дробь а моно дробь сейчас модно так что ребят надо как это шагать в ногу со временем это я купил этот телефон был только потому что есть на это возможность не было бы возможности я бы ходил вы с пятым хотя он у меня еще есть пятый прядь воду 5 5 с по моему меня отличный размер вот идеальный я бы сказал но в этот раз я взял лопату чтобы можно было реально удобно что-то там почитать потому что 5 маленький 8 какой-то не туда не сюда думала на пусть на этот раз будет лопата его можно быть потом также на мотоцикл так он будет солидно смотреться для навигатора использовать в общем нормально я доволен сейчас привезу домой распакую обзоров я никаких делать на него не буду не знает не моя тема вообще она будет не совпадать с темой с канала до этих обзоров сейчас как 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 грязи много вот такие вот дела пойти заехать что ли пиво безалкогольного взять жарище такая и устроить себе сегодня после обеда так скажем нерабочие хватит все эти устало что-то с утра на ногах я в 7 утра как засел учебой заниматься потом по катушке два часа потом покушал и вот сейчас яблочный магаз за яблоком я надеюсь сейчас у меня все запишется качественно нормально а то есть одни утром пока ехал тоже записывал в ног и по звуку что-то там все как-то вожанула конфет на звук и почему-то стал записываться с внешнего микрофона а не с петлички и это плохо с внешнего микрофона когда едешь туда же все задувает и все вот так вот на плюс там еще опять же я забыл переключить профиль там короче жопа полная и ребят у нас уже лето конкретно я тут дочки позволить узнать как у нее там лето уже или нет а то она мне иногда звонит к этапа у вас уже лето нет еще лет лето а сейчас есть лето звонит за сранка мне тут недавно по победу меня такой плохой день сегодня я здесь что-то долго вы ехать похода ну-ка или поехать по автобусный вкусе поедем здесь ну так он видишь потихоньку помаленьку и до дома доедем ну да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встал, чувак, вообще не в кассу. Ипс. Да едь ты дальше, блядь. Нолит ни туда, ни сюда. А, вон ты куда хотел. Тысяча туристов нету в городе. Когда понаедут, то будет вообще жопа здесь. Так, надо было мне свернуть. Всё-таки на другом перекрёстке. Упс. Так, мне сейчас налево. Не, вот если на экзамене потом такая же движуха будет. Если на экзамене такая же движуха будет, то нормально. Что-то сено меня тут активировалось. Сено распиздилось. В ухо мне напугало. Так, закладываем. Ух! Фу, блядь, так обосраться можно. Сирена сейчас, как говорится, завизжала. Так, заедем-ка, мы сейчас возьмём пару бутылочек безалкогольного пива. Свяжиться. Так, сейчас мне здесь налево. Упс, ладно. Тётенька, простите. Так, не понял, где магазин. А, вон, дальше. Так, сейчас надо как-то разъехаться. Это, конечно. Так, сейчас надо как-то разъехать. Так, сейчас надо как-то разъехать. Так, скорее. Здесь, здесь. Peroе-тех chocolate. Так, сейчас надо как-то разъехать. Как длина 모 모折кове. Давайте chassemble, так- Id. Так. Так, 지금까지. Аааааааа вот у нас пивас и безалкогольная обморкин тщу лигу, у нас есть какой аркогольный магазин? обморокогол варштейнер варшать пивас или мальчик? варшать пивас или нет? варшать пивас и минус варшать пивас И я возьму 2 Силы и кромбахер И я возьму 2 Силы и кромбахер И я возьму это Силы и кромбахер Силы и кромбахер Вот так вот перчатки не спидели хорошо тут когда-то русский магазин был потом закрылся а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...